Это программа «Семь дней в регионе». С вами Алексей Шумякин. Доброе утро. Мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 639717. Звоните, делитесь с нами своими проблемами или успехами, что произошли за минувшую неделю. Мы рады будем пообщаться с вами. Ну а пока коротко о том, что сегодня в программе расскажут мои коллеги. Отрезаны от внешнего мира жители Реушинги брошены выживать. Мы не можем выделить средства на одну статью, оставив другие мероприятия, которые также жизненно важны городу, без обеспечения их средствами. Почему в этом году люди на острове оказались забытыми? Ожидаем получить ответы на вопросы от начальника речного порта Архангельска Романа Епишева. Маленькая жизнь отдельно взятого перехода. Честно, страшно здесь. Реально страшно. Почему единственный в области подземный переход в Зеленом Бару у местных жителей вызывает не изумление, а только раздражение? По осени теперь считают депутатов. Сколько их будет в областном парламенте нового созыва? Это сокращение государственных расходов, это сокращение государственных чиновников, это сокращение неэффективных расходов. Что изменится от уменьшения количества народных избранников, будет ли в этом толк? Выслушаем в том числе и мнение одного из политических тяжеловесов региона Александра Иванова. Кроме того, назначение недели, отставка недели и поступок недели. Все это в нашем эфире чуть позже, а также, что сказал в эксклюзивном интервью нашей программе лауреатканского кинофестиваля народный артист России Павел Лунгин. Нет, ничего не кончается. Обязательно встретимся еще. Я еще раз восхищаюсь вашей энергией и силой внутренней, потому что прямо с вами хочется говорить, хочется открываться. Время летит. Об этом и не только сегодня в нашей программе. Мы в прямом эфире. Я напоминаю, телефон 639717. Звоните, мы будем общаться. В начале поступки недели экипажу второго объединенного авиаотряда удалось посадить самолет Ан-2 на лед. При этом никто не пострадал, машина получила незначительное повреждение. Вот кадры уже эвакуации воздушного судна, но немного истории. Итак, самолет совершал полеты из Лишуконского в Васьково на борту Почта. В воздухе неожиданно остановился двигатель. Среди сопутствующих причин обледенения машины. Командир кукурузника Владимир Яковлев принял решение садиться на невставший еще лед северной двины. Причем толщина ледяной корки не то что для самолета, пусть даже и легкого класса, даже для дорожной техники и пешеходов опасна. Поэтому уровень мастерства наших летчиков просто зашкаливает. Стоит заметить, что Ан-2, в народе ласково прозванный кукурузником, самый надежный на сегодня самолет, хоть и старенький во всех смыслах слова. Сейчас самолет уже убрали, его подняли вертолетом, тащить по льду не решились, поскольку лед еще не окреп и тяжелую технику туда было просто не загнать. Мне кажется, кадры просто завораживают. Ну, поскольку лед еще не окреп, как я уже сказал, значит, еще не очень скоро жители островных территорий смогут свободно, без особых нервных затрат, перебираться на большую землю. Особенно жители Реушинги, которая за эту неделю набила оскомина и была чуть ли не самым упоминаемым населенным пунктом региона. А все дело в том, что морозы опять неожиданно грянули. Погода любит преподносить сюрпризы по осени. На берегу вроде как всегда на дорогах гололед, люди падают, машины бьются, какой-то песочек накидывают только почему-то на центральных улицах города. Водоканал что-то беспокоит опять, но там постоянно что-то рвет, и это тема отдельного разговора. В общем, нового ничего. Переместимся все-таки на речное пространство, и что мы видим? Река постепенно замерзает вместе с этим, как снежный ком, образуются проблемы. То жители островных территорий опять остались отрезанными от внешнего мира, то рыбаки с удочками идут не туда, куда следует, доставляя беспокойство не только спасателям, но и своим близким. Но вернемся к буксирам. Да, они пошли, но не везде. Причина в недостатке финансирования. Предлагаю обратиться к цифрам. На весь сезон организацию перевозок буксирами ледового класса выделено 94 миллиона рублей, тогда как необходимо 111. Согласитесь, сразу понятно, что где-то что-то урезалось. Так и получилось. Жители Реушинги оставили без связи с внешним миром. Аргументы железные. Там постоянно зарегистрированы всего 18 человек, поэтому ничего страшного. Пусть почувствуют себя настоящими островитянами. При том, что, по словам этих робинзонов, по неволе ни качественных продуктов, ни медикаментов у них там просто нет. Недовольство и у жителей других островов, кто пользуется буксирами. В общем, судите сами. Елена Матвеева кое-что подметила. В одной из социальных сетей есть группа рай по имени Реушинга. Быть может, летом это действительно так и есть. Но как только наступает межсезонье, жители острова все чаще хотят почувствовать себя райскими птицами и улететь подальше. В этом году крылья им подрезали. Единственную связь с внешним миром оборвали. Лишили буксира. Теперь выживают. Кто как может. Без продуктов. Пятый день. Так что люди отрезаны. По маленьким речкам ведь нельзя ходить. Лед потонкий. Ждем пока большие приправы дадут. Как там пенсионеры у нас? У нас пенсионеры 74 года. 78 лет. Куда они пойдут? Что летом заготовили, тем мы сейчас и живем. В мэрии сказали, что со слов капитана, из-за трех рыбаков и одного жителя, мы вам буксир предоставлять не будем. Вот так оказывается, три рыбака и один постоянный житель Реушеньги – это не люди. Своё решение бросить их на острове городские власти объяснили неэффективностью рейса. В сутки буксир перевозил по 8 человек. Бюджет города формируется по принципу сбалансированности. Тем самым мы не можем выделить средства на одну статью, оставив другие мероприятия, которые также жизненно важны городу, без обеспечения их средствами. На обеспечение речных перевозок в период ледостава на осень выделен 51 миллион. Нужно 63. Решили бить по-малому. Людей в Реушеньге мурыжили 4 дня. За это время они стали героями телесюжетов и интернета. Власти зашевелились к концу недели. На заседании регионального правительства губернаторам было дано прямое поручение Минтранцу и городской администрации решить вопрос с транспортным обеспечением деревни Реушеньга. Подход из серии туда ездят рыбаки, еще какие-то объяснения. Это не из нашей серии. Пусть даже 8 человек Реушеньги были обеспечены правильной транспортной доступностью. Внимательно проанализировать и подключить город, решить эту задачу. Хорошо? Речь, к слову, не только о жителях Реушеньги, но и о дачниках расположенного поблизости кооператива «Огонек», которые также остались без связи с внешним миром. Сейчас городские власти надеются прежде всего на погоду. Чем на улице морознее, тем быстрее можно наладить пешие переправы. Для города в случае с Реушеньгой это самый наилучший способ решения проблемы. Да, можно сказать, что лед уже стоит. Единственное, что его толщина пока еще не позволяет обустроить пешеходную переправу. Мы здесь зависим от данных гидрометеорологических служб, от толщины льда, чтобы организовать хотя бы пешую пешеходную переправу. Соответственно, и приблизить срок ее формирования. Но, да, действительно, ситуация требует достаточно быстрого решения. По остальным речным направлениям Кега, Стравхабарка, Пустошь, Перевозки организованы. Хоть буксиры и курсируют по расписанию, но люди все равно просят представителей власти всех уровней проехаться по замерзшей водной глади вместе с ними. И тогда проблема перевозки островитян станет понятна, что называется, изнутри. Очень большой перерыв в расписании. То есть теплоход сейчас пойдет в 12.40, а потом он пойдет в 15.40. И это очень много. Холодно, стоим на ветру и в мороз тоже. Качество перевоза, конечно, не устраивает. Пришел пораньше, вокзала нет. Подождать негде. И на буксире холодно. У нас есть для всего деньги, только не для людей. Для вокзалов и что-то для них сделать. Так что обещаний пока что много, но ничего нет. Детей не пускают тепло, холодильное. Ничего не могут придумать. Это сколько лет-то уже? Прости меня, жизнь. Вот мне уже 60-х. Всю жизнь так возят. А ведь стоять-то, прости. Детям, говорю, на Украину посадают тоннами и миллионами, да, а здесь своих морозят. Вообще перевозка желает лучшие. Большие очень перерывы сделаны. Вот это все не устраивает людей. Люди живут хоть рядом с Архангельском, а попадать сюда, как будто мы едем чуть не из глубинки. Неоднократно обращались, неоднократно говорили. Ну, это все у нас поверхностно все идет. Нас слушают, но ничего не делается. А вы считаете это нормально при такой температуре? Это еще хорошая температура? А будет 20. В том году 25 ездили. Боремся уже очень много лет. Что-то обещают? Ничего не обещают. И расписание тоже ужасное. Три часа, представляете? Вот ушел, сейчас только в три часа он пойдет из Кегастрова. А дети в школу у нас ходят. Многие в городе живут, учатся, работают. Неужели у города нет денег, хотя бы за столько, за 50 лет я живу там на острове, нельзя какой-то придумать в космический век наш, 21-й, придумать более лучшие условия для людей. У спасателей в межсезонье свой фронт работ. Уже сейчас горячая пора. С островов и обратно постоянно нужно кого-то перевозить. Полиция, беременные, старики, дети. Причем лед еще очень слабый, несмотря на то, что морозы уже неделю. Поэтому спасатели используют аэросани. Конечно, складывается впечатление, что у нас уже зима зимой, хотя малоснежно, но именно зима. Это впечатление у нас сложное. Подхватили уже рыбаки. Ситуация очень сейчас именно опасная. То есть недели для установления безопасного льда явно недостаточно. Несмотря на то, что даже вот сейчас может быть где-то лед толстый, да, то структура за неделю может еще не сформироваться. То есть лед даже толстый может проломиться. Сейчас в Архангельске, как и по всей области, идет работа по благоустройству пеших ледовых переправ. В черте областного центра их будет восемь. Все зависит от погоды. Но даже если морозы не отступят, островитяне смогут беспрепятственно попадать на Большую землю лишь в конце ноября. То есть жители Реушеньги, как минимум полмесяца, должны рассчитывать прежде всего только на свои силы. Елена Матвеева, 7 дней в регионе. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, 63-97-17. Мы сейчас связались с одним из жителей Реушеньги. У нас на связи Дмитрий Рагушин. Дмитрий, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте, Алексей. Дмитрий, скажите, пожалуйста, на этой неделе губернаторам была поставлена задача, чтобы запустить все-таки какую-то связь, наладить с Реушенькой. Скажите, пошел буксир или нет? Нет, ничего не изменилось. Люди отрезаны от города. Как вы там выживаете? Как вы там выживаете? Навыками и умениями. Больше нечем. Связи никакой с нами нет. Скоро, наверное, будем по льду пробовать, как-нибудь на Кархангельске добраться. Нет, ни в коем случае не пробуйте, потому что это опасно. Дмитрий, спасибо вам большое, что были с нами на связи. 63-97-17, телефон нашего прямого эфира. Вот мне интересно, что все-таки на следующей неделе службы, перед которыми была поставлена задача запустить буксир на Реушенька, ответят губернатору. Ну, а у нас в студии начальник пассажирского речного управления Руслан Епишев. Руслан Русланович, доброе утро. Доброе утро. Вы так внимательно смотрели сюжет и наверняка слышали вот те нарекания со стороны жителей, что они говорили. Вы согласны с ними? Да, конечно, абсолютно. Эта проблема в этом году, она особенно острая, потому что в прошлом году у нас работали еще пять буксиров, а если вспомнить два года назад, то было семь буксиров. То есть с каждым годом уменьшение средств из бюджета, оно все больше, больше, больше. То есть отрицательная динамика сохраняется, и это все отражается на жителях, конечно, островных территорий. Только дело в том, что становится меньше денег, только в этом дело? Да, да, да. У нас буксиры есть, мы готовы работать по полной программе, то есть запустить по всем линиям буксиры. То есть флот у нас имеется, но в отсутствии средств вот получается такая ситуация. Вообще, насколько дорого съездить, сходить, наверное, правильно будет сказать, буксиром, вот до Реушенген, например, сколько стоит? Ну, согласно муниципального контракта, у нас час работы буксира стоит в этом году 20 тысяч. 20 тысяч, да? А до Реушенген сходить это? Час, час берется. Один час, да? Да. И почему именно Реушенга, на ваш взгляд, была выбрана, что вот отрезать людей и все? Ну, как сказано ранее, из-за того, что там мало жителей живет. То есть 18 человек прописаны, только вот из-за этого вот такая ситуация и сложилась. А так в основном речной порт у нас к работе готов? Да, мы готовы. Что у нас, вот тоже люди говорили, что у нас вот с созданием речного порта, будет он вообще, не будет его и так далее. Люди на улице стоят. Я понимаю, это уже 8 лет. Новое руководство пришло вот 4 года назад. Взяли на себя даже мы расходы по строительству вокзала. То есть заложили, первый, так сказать, камень, заложили электросети, снабжение уже подвели, проект создали. Власти как-то вот то ли не хотят слышать эту проблему, то ли вот нежелание у них какое-то. То есть пытаемся пробиться через где-то глухую стену и пока вот ничего. Но только, неужели только от власти зависит? У вас конструктивный вообще диалог с ним? Да, у нас все. У нас проект согласован. Все, пожалуйста. У нас то одна проблема, то какой-то он не входит в план города, то еще что-то, то заходит на территорию там Макаровских бань. Постоянно какие-то проблемы. А устанавливать хотели вот именно в том месте, откуда сейчас буксеры отправляются. Но там же вырос такой город, скажем, нет возможности куда-то его перенести. Нет, у нас там как раз территория огорожена, для нас там выделено участок земельный. И вот в этом огорожен уже забором, подведены коммуникации, повторюсь, и вот на этом месте мы и хотим строить. Нужно было 111 миллионов, выделено 94, имеется в виду осень и весна, да, вот это вот год, период ледостава, ухода льда и так далее. Весной на что можно надеяться? Опять повторится ситуация, когда люди будут отрезанными и без речных перевозок? Это вопрос не ко мне, это выделение средств из бюджета. Но вы все равно как-то договариваетесь, убеждаете? Конечно, мы пытаемся убедить, но ответ один, денег нет в бюджете, все. А вы поднимаете цены на перевозку для населения? Нет, вообще на буксирах проезд бесплатный. Бесплатный, да? Бесплатный, да. Хорошо. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня был начальник пассажирского речного управления Руслан Епишев. Огромное вам спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. 63-97-17, телефон прямого эфира, так что звоните, дозванивайтесь, дорогие друзья, рассказывайте, как эта неделя прошла в вашей жизни. Вот кто точно не рад образованию льда, так это жители поселка Зеленый Бор. Просто лед там встает не на реке, а в единственном в области подземном переходе и превращается в каток. Подземка появилась в 2012 году. На ее возведение потратили аж 50 миллионов рублей. И вот вам выхлоп, в теплое время года переход превращается в маленькую Венецию и зимой в бесплатный каток. Причем местным жителям переход по большому счету и не нужен. Честно, страшно здесь. Реально страшно. Ну, конечно, бывает затапливает. Когда морозы, естественно, подмерзает и становится скользко. Заплыв на байдарках объявляется открытым. Вот так мы и живем. Ладно взрослые, а мамочки с детишками в садик ходят. Бобосы отмыли, деньги освоили, а остальное им как-то параллельно. Никто не спорит, что появление подземного перехода – дело хорошее. Возникает только вопрос, почему любое начинание, как правило, до ума никак довести не можем. Да и следит ли кто-нибудь за стоянием этого самого перехода. Теперь о назначении недели и отставках недели. Теперь уже бывший глава Велигодского района Иван Дементьев. Самый молодой в области, ему всего 31 из перспективных в регионе, будет координировать деятельность и взаимодействие с депутатом Госдумы и наших властей на местах. Так сказать, стал связным. В качестве кандидатов на эту должность назывались депутат областного собрания Екатерина Поздеева, Юрий Шаров, а также глава местного исполкома местной «Единой России» Илья Дуберман. Но выбор пал именно на Дементьева. Вот Екатерина Поздеева, Юрий Шаров и Илья Дуберман. Итак, выбор пал на Ивана Дементьева. Лично я звонаю Ивана как человека деятельного, энергичного, у которого в голове множество планов и идей. И три года назад он был избран главой Велигодского района и, скажем прямо, сделал немало. По крайней мере, муниципалитет был постоянно на слуху. Только бы вся энергетика Ивана Александровича не потускнела на новой должности, в любом случае желаем удачи. Как говорится, постановление губернатора не обсуждается, ему виднее. Ну и теперь об отставках недели. Отставками недели можно назвать уход регионального министра труда и соцразвития Андрея Алмазова и проректора по инфраструктурному развитию и информационным технологиям САФУ Ильи Иванкина. Что касается Алмазова, то официальная формулировка по семейным обстоятельствам. Сейчас Андрей Алмазов уже в Москве, откуда он и приехал в столицу Поморья в марте этого года. Не прижился. От самого экс-министра никаких комментариев, но все эксперты схожи во мнении, что социальными сферами региона должны все же руководить местные кадры, а, скажем так, не заезжие. Что касается Ильи Иванкина, то тут формулировка причины увольнения по собственному желанию. По крайней мере, так пресс-служба университета заявила. Илья Игоревич, наш местный, закончил Алти, позже там и работал. В 2010 году стал региональным министром образования и науки. Спустя три года вновь вернулся в университет, где и работал до этой недели. Сейчас обязанности Иванкина исполняет проректор по административной работе Леонид Шестаков. И сейчас о некоторых событиях коротко, которые произошли еще в нашем регионе. После реконструкции открылась автомобильная дорога Бринноволок-Плесецк. Дорожники сдали второй участок трассы Архангельск-Аргополь-Вытигра. На ремонт 12 километров полотна потратили 766 миллионов рублей. После полной реконструкции всех пяти участков трассы, а это произойдет к концу 2018 года, расстояние от Архангельска до Санкт-Петербурга станет короче почти на 300 километров. Новую трассу передадут в федеральную собственность с 1 января 2019 года. На этой неделе в Архангельске вспоминали о самой крупной на севере техногенной катастрофе времен Первой мировой войны, произошедшей 100 лет назад в районе порта Бакарица. У причала произошел взрыв, который уничтожил не только иностранное судно «Барон Дризон» с военным грузом на борту, но и целый поселок. На месте заложенного памятного камня в скором времени появится знак, напоминающий им о том страшном событии. На этой неделе на Магометанской мечети установили купол и минорет. После завершения всех работ мечеть станет не только местом для молитв, но и культурным центром. И с понедельника в Северодвинске больше чем на месяц закроют движение по улице Портовой. Там начнут строить новую ливневую канализацию. Движение будет невозможным на участке от улицы Первомайской до Архангельского шоссе. Продолжаем нашу программу. 63-97-17. Телефон прямого эфира. Звоните, мы пообщаемся. На этой неделе в правительстве обнародовали основные параметры бюджета на 2017 год. Это доходная, расходная части и дефицит. Так вот, общий объем доходов региона финансисты спрогнозировали в размере 59,2 миллиардов рублей. Расходы больше. Поэтому отсюда вывод, что в 2017 году область вновь будет жить с дефицитным бюджетом. Что, в принципе, было понятно и так. Лишним деньгам, коих, как известно, не бывает, взяться просто ниоткуда. Основные источники собственных доходов бюджета остаются прежними. Налог на доходы физических лиц, на прибыль организации, акцизы и налог на имущество организации. Темпы роста этих отчислений отнюдь невелики. Отсюда и цифра бюджета. Стоит заметить, что фонд оплаты труда сотрудников органов исполнительной власти упадет на 10%. Наверняка поубавятся расходы и в случае, если депутаты областного собрания поддержат законопроект о сокращении числа парламентариев со следующего созыва. Документ принят в первом чтении еще в 2014 году. Спустя пару лет к нему решили вернуться. Почему это сделано, нам расскажет в материале Артемий Заварзин. Смотрим сюжет. О том, что число народных избранников в областном собрании необходимо сократить, впервые заговорили еще в июне 2014 года. Тогда оптимизацию численности будущего состава регионального парламента поддержали 49 депутатов. Согласно законопроекту в парламенте должно остаться 47 депутатов вместо 62, как сейчас. Правда, дальше дело так и не пошло. Законопроект до сих пор лежит на полках законодательного собрания. И вот новый виток. Начни с себя. Именно этот постулат стал основным для депутата Эрнеста Белокоровина, главного возмутителя парламентского спокойствия. На предстоящую сессию он уже внес поправки в устав и закон о выборах депутатов. Один из долгожителей областного собрания предлагает сократить количество избранников с 62, как сейчас, до 46, где 23 – это одномандатники и 23 – представители различных партий. Тем более ситуация, которая сегодня сейчас и в стране. Тренд, который задан – это сокращение государственных расходов, это сокращение государственных чиновников, это сокращение неэффективных расходов. И мы сегодня видим примеры правительства Архангельской области, сегодня говорит о сокращении 10% людей. Сегодня мы видим о том, что мэрия города Архангельска тоже сказала о том, что будет 10% сокращать. Сегодня законодательное собрание нашего региона – самое большое по всему Северо-Западу. Даже в Санкт-Петербурге на 5 миллионов жителей всего 50 депутатов. У нас же в области людей, имеющих право голоса, меньше миллиона. Поэтому сократить состав парламентариев на 30%, по мнению депутатов, поддерживающих законопроект, не составит труда. Я за две составляющие – это эффективность и качество. Почему? Потому что когда 60 с лишним человек, управлять таким коллективом – это сложно. И тут нет многополярности, потому что превалируют все равно какие-то партийные принципы, которые сегодня известны в нашей стране. Это первое. Некоторые оппоненты против сокращения, которые идут, они боятся нарушить вот этот баланс и сокращать. Я думаю, там 50-60% депутатов будут не согласны. Почему? Потому что затрагивают интересы каждого. Главный аргумент за сокращение – оптимизация расходов. Сейчас помимо вознаграждения самому народному избраннику и его помощнику предусмотрены представительские и командировочные расходы. В итоге сумма набегает внушительная. А самым скромным подсчетом только за пять лет удастся сэкономить около 50 миллионов рублей. Предлагается эти деньги направить, к примеру, на благоустройство. Противники законопроекта готовы поддержать сокращение количества парламентариев, но только если речь идет об оптимизации в рамках реформы во всех властных структурах. Сегодня в первом чтении он принят уже в уменьшении депутатского корпуса до 47 человек. Оптимизация, еще раз говорю, то есть это не факт того, что будет оптимизация. Мы поняли, что зарплаты у депутатов не маленькие, и уменьшение депутатского корпуса, я считаю, не приведет к уменьшению расходов по этой статье затрат. Поэтому это главный аргумент. Если мы говорим, повторюсь, что общая тенденция на снижение исполнительной власти всего 1, 2, 3, то с этой стороны, и при том, что он у нас уже принят в первом чтении, конечно же, мы готовы рассматривать, и мы рассматриваем, он уже принят в первом чтении. По мнению парламентариев, сейчас требуется реформа вертикали законодательной власти в целом по стране. То количество депутатов, которое есть на всех уровнях, государственном, областном и муниципальном, требует пересмотра. Как говорится, со стороны виднее. А что по поводу сокращения количества своих избранников думают горожане? Я считаю, что нужно сократить количество депутатов, так как эта мера сэкономит бюджет Архангельской области. И деньги можно вложить на развитие инфраструктуры города. Можно будет отправить их на развитие какой-то городской среды, детских домов, школ, культурных каких-то объектов. Будет справедливее, когда больше людей, больше умных людей будет включаться в это дело. И тогда дело пойдет лучше. Мне кажется, суть-то не в том, какое будет количество, там 60, 40, 30, 20. Важно качество. Если сократить количество депутатов, для казны это будет плюс. Депутатов, конечно, всех больше в Архангельской области, чем в других. Рядом в Вологодской, Мурманской. Все везде меньше. У нас самое большое количество. Действительно лучше, как сказать, оставить необходимое количество и просто улучшить контроль над ними. Поддержат ли законопроект в стенах парламента, станет известно 30 ноября, когда в Архангельске пройдет очередная сессия депутатов регионального законодательного собрания. Артемий Заварзин, Евгений Зыков. Семь дней в регионе. Как тут не заметят, депутаты должны брать не числом, а умением. Так ли это, узнаем у нашего гостя, советник главы администрации муниципального образования города Архангельск. Не побоюсь этого слова, один из политических тяжеловесов нашего региона. Александр Петрович Иванов у нас в студии. Александр Петрович, доброе утро. Так представили, что мне худеть теперь надо. Александр Петрович, итак, на ваш взгляд, будет толк от того, что мы сократим количество депутатов? Вы знаете, вот сначала можно сказать, почему люди поддерживают это. И поддерживают они, наверное, в основном из-за того, что роль областного собрания как органа власти у нас настолько низкая, настолько маленькая, что кажется, что чем их меньше, тем, может быть, беды будет от них меньше. И люди с большой охотой говорят, надо сокращать, надо сокращать. То есть они не видят толк, да, депутатов? Да, наверное. Авторитет областного собрания упал, мне кажется, до нуля. 25 лет назад в областном совете было 250 депутатов, и затраты на их деятельность были минимальны. То есть только командировочные расходы по приезду и отъезду. Все работали безвозмездно. 250 человек. Но зато каждый регион, каждый поселок, будь то Ерцево, будь то Абазерское, все были представлены в областном собрании, тогда в областном совете. И когда делился бюджет, когда решались вопросы, связанные с развитием области, Каждая группа населения, каждое место имело свой голос, могло что-то отстоять, могло что-то предложить. Сегодня в том, что говорят некоторые депутаты, есть две лжи, больших лжи. Первая ложь состоит в том, что надо сократить депутатов для того, чтобы уменьшить расходы на областное собрание. Все расходы на областное собрание принимают сами депутаты. Это не расходы бюджета, это расходы, которые делаются и вставляются в бюджет на основании тех документов, которые принимает областное собрание. Штатное расписание утверждает областное собрание, зарплаты утверждают областное собрание. Все расходы, идущие на компенсационные выплаты, областное собрание утверждает. То есть, на самом деле, надо просто на сессии часть положения отменить, в штатном расписании убавить должности и зарплаты, и все решится само собой. И если это не происходит, то есть какая-то другая подоплюка. Вторая ложь в том, что областное собрание будет от этого отреформировано и работать лучше. Количественные реформы практически никогда не приводили к положительному результату. А здесь мы потеряем самое главное. В областном собрании практически не осталось функции нормотворческой. То есть, все законы, все нормативные акты вносятся администрации. У депутатов максимум возможности что-то поработать над поправками, да и то с разрешением администрации. Поэтому авторитет и упал у областного собрания так низко. Но вторая функция, это функция представительская, она еще как-то поддерживается. То есть, когда решали вопросы численности областного собрания, то численность установили в уставе в 32 депутата. 32 депутата это тот минимум, который позволял представить каждый муниципальный район в областном собрании. Если ниже, то часть районов не будет представлена. Уже сегодня есть депутаты от двух районов. Значит, и это, ну мне кажется, плохо влияет на судьбы этих районов, на их бюджетную достаточность. Если, значит, говорить о том, почему выросла численность, то надо вспомнить, что было внесено изменение в избирательное законодательство. И нам Москва предложила половину областного собрания формировать из партийных списков, из представителей партии. Архангельская область единственная, кто в свое время породил за представительство. И депутаты сказали, мы не можем, скажем, 32 разделить пополам, 16 оставить от территории и 16 от партий. Территории не будут представлены. Поэтому давайте мы увеличим, сохранив бюджет, не увеличивая затраты, увеличим численность вдвое. Увеличили численность вдвое, затраты не поднимали. Но за последние годы затраты как-то сами собой поднялись. Значит, и сегодня очень большие суммы тратятся на областное собрание. Если сократиться на 30%, будем считать, что половина депутатов, представляющих районы, будет вынуждена сократиться. Районы будут представлять депутаты, работающие и живущие в Архангельске. Представительство закончится. И вот тогда утратится вторая функция областного собрания, представительская. Не будет защиты у территории. Я думаю, что тогда авторитет областного собрания сойдет к нулю. Александр Петрович, скажите, можно ли провести параллель, что разговор о сокращении числа депутатов начали вести в то время, когда буквально в конце месяца пойдет уже принятие бюджета на следующий год? Есть ли вот тут что-то, взаимосвязь какая-то? Нет. С сегодняшним бюджетом никакой взаимосвязи нет. И напрасной надежды, что там будет экономия какая-то. И тем более, что она пойдет на какие-то цели, значит, общенародные. Бюджет будет трудным. Денег нет ни в стране, ни в области. Поэтому деньги уйдут куда-нибудь, но их не будет видно. И, кстати, 50 миллионов – это только небольшая часть тех затрат, которые сегодня идут на областное собрание. Сегодня идет выключение представительной власти из вот этой суммы двух властей – исполнительной и законодательной. Вот только что был материал о том, что будет представитель, значит, теперь по депутатам, заместитель главы по депутатам. Это тоже заборчик, который будет между областным собранием и, значит, исполнительной властью, которая еще дальше отделит депутатов, отбросит от тех мест, где действительно, реально формируют и делят бюджет. И вот эта попытка сократить численность – это попытка, ну, как-то, может быть, сохранить свои возможности. Потому что за сокращение численности ратуют не самые авторитетные в областном собрании депутаты. Ну, тоже тяжелая, если такие, кто уже не один создает. Ну, типа меня, да, под 100 килограмм все, но, значит, сказать, что они в авторитете в большом собрании, я бы не сказал. Но чем меньше депутатов, тем больше возможностей для решения разного рода задач. Я думаю, это движет. То есть вы за то, вот и ссылаясь на тот весь опыт, когда вы тоже представляли и были очень долгое время депутатом областного собрания, вы за то, чтобы сократить количество депутатов? Я за то, чтобы сократить затраты на них. А, понятно. Спасибо вам большое, что нашли сегодня время. Пришли к нам в студию. Александр Петрович Иванов, советник главы администрации муниципального образования города Архангельск, был с утра у нас в гостях. Приятная для почитателей газеты «Правда Севера» новость. На этой неделе стало известно, что на издание возобновилась подписка. На первое полугодие года следующего можно подписаться всего за 111 рублей 71 копейку в месяц. При этом вы затратите всего 5 минут, если оформите подписку на сайте и чуть больше времени, если придете в любое почтовое отделение. Друзья, впереди Новый год, так что подарите своим близким подписку на любимую газету. И теперь о вечном. Кино Павел Лунгин был в Архангельске. Это большая честь для всех нас. И надо быть поистине ленивцем, чтобы не сходить на встречу с таким человеком. Звание и регали Лунгина перечислять не стану. Скажу лишь, что он режиссер 13, сценарист 18 и продюсер 8 фильмов. Он был в нашем городе всего два дня. Презентовал свой новый фильм «Дама пик», провел мастер-классы, дал эксклюзивное интервью программе «Семья в регионе». С ним беседовал не менее талантливый человек Виктор Петрович Панов, который и привез Лунгина к нам в Архангельск. И вот только некоторые мысли знаменитого режиссера. Я действительно меняю жанры всегда. Я скучаю повторяться. Мне все время хочется что-то делать новое и испытывать себя. Я понимаю, что, конечно, делать такую пиковую даму – это нарываться на упреки, обвинения легкие и так далее. Но какой-то вот этот азарт движет мной. И вот время затормозилось. Время уже довольно давно не меняется. И мы как-то перешли к метафизическим вопросам, к каким-то главным вопросам. А зачем? Вот раньше выживали, выживая, выживая, выживая. Вот выжил. И зачем? А в чем смысл? А вот почему? Почему мы эти все мухи? И поэтому стали появляться какие-то для меня вещи, которые пытаются… Ну, то есть, видимо, я сам задаю себе эти вопросы. Потому что, в принципе, ведь фильм – это реакция твоя на вопросы, которые ты сам себе задаешь. Мне кажется, что есть две задачи. Во-первых, так или иначе говорить все-таки о себе и о своих вопросах. Но еще надо обязательно слышать вот эти немые крики людей вокруг тебя. То, что не артикрульный, если ты не чувствуешь как-то своего современника. Не знаю, услышал ли я на этот раз. Ну, увидим. Услышал ли я этот крик молодых людей, которые говорят, дайте хоть в карты выиграть, дайте обыграть эту жизнь. Вы забили нас, заели, не пускай… Ну, вот какое-то такое задыхание, мне кажется, я почувствовал. Свободу дает только свобода, мне кажется. И это главное свойство, главная мышца, которую надо иметь в себе и надо растить в себе. Потому что свобода важнее всего. Свобода важнее демократии. Свобода важнее исполнения каких-то… Вот это вот чувство, которого так долго был лишен русский человек. В Америке кольт 45-го калибра называли «великий уравнитель», потому что он всех уравнивает в правах. А у нас «великий уравнитель»… Нет, интернет теперь «великий уравнитель». Зачем тебе фотографии? Теперь любой дурак, так сказать, равен, не все ли равно, где там, где Любшин, где я. Это какое-то великое уравнительство таланта и бездарности произошло. Потому что все-таки раньше обожествляли таланты, обожествляли эти женщины, дивы знаменитые, понимаешь, разрушительницы судеб и жизни. Все. Но «Дом-2» похож на современную драматургию. Как найти, где хорошее, где плохое, черное, белое. Мы все как-то погребены вот под этим… Под этой лавиной исчезает вообще чувство. Вот что ночь – это ночь, а день – это день, что черное и белое, понимаете, все это смешивается в какой-то серые такие массы. В общем, действительно, не знаю, понимаете, а «Дестрад» и «Интернет» необходим, потому что мы через него все узнаем, все читаем, все видим, и то, что мы сейчас… Но в то же время он какое-то ужасное оружие в руках, не знаю даже чего, какого-то нового общества. Знаешь, видимо, нам тяжело, так надо признаться, мы живем в период мутации культурных, вот как сказать… Мутации? Да, мутации. Наступает какая-то новая, какая она будет, мы еще не понимаем. Но как ребенок, знаешь, который, когда там мальчик, там девочка в 13 лет вдруг вытягивается, становится там длинной, угловатая или наоборот толстая вдруг… И вот этот период перелома, так сказать, мы видим, и мы реагируем на него. А какая будет эта культура вообще, непонятно, но смешно говорить, что культуры не будет. Но то, что мы попали в пересменок какой-то, это точно. Почему у нас, так сказать, плохо работает кино? Потому что денег на огромные блокбастеры, там 100-миллионные, у нас нет. А маленькое кино, малобюджетное, оно живет острыми фильмами, понимаете? Вот американское кино жило сначала тема спина, тема геев, тема коррупции в милиции, тема равноправия женщин. Это все были целые серии фильмов, недорогих, но которые волновали людей. И люди шли на них, и кино двигалось, и великие актеры вот росли на этом, на всем. А неинтересно. Хотим про железного дорвосека. Я хочу, значит, сказать, что мне кажется, что хочется воззвать опять к безумию людей, как фильм «Остров» был все-таки воззвание к стыду некоторому, и люди отреагировали. Я, кстати, иногда себе задаю вопрос. Вот сейчас, если бы я сделал «Остров», я думаю, что… По-другому. Думаю, что так бы не зависит, потому что как-то прошло время стыда и раскаяния. Уже живем теперь бесстыдно и без раска. Какой-то… Попал он в какое-то мгновение, когда люди испытывали это. Потому что я видел таких мужиков здоровых, задумелых, явно с тяжелым прошлым таким, которые прямо со слезами. Вот это было. Тогда как-то это их тронуло. Сейчас бы, думаю, уже все. Но мне кажется, что надо, пока не поздно, растут Иваны Грозные, растут Сталины везде. Надо говорить о том, что человек может сделать с человеком вообще. Согласитесь, очень умные мысли и есть пища для размышлений. Полную версию интервью с Павлом Лунгиным вы сможете увидеть в ближайшее время только на телеканале ПС, когда именно мы сообщим. Ну, а пока такими стали этим семь дней в регионе. Наша точка зрения может не совпадать с вашей. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо коллегам, с кем делаем эту программу. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok